Приветствую друзья, с вами Булавцев Михаил и я хочу вам рассказать сегодня о приложении компании Reflame, о бизнес-приложении, через которое мы можем отслеживать свой текущий уровень, общаться с командой, отправлять им смс, электронные письма и видеть их активность. Итак, для того, чтобы скачать нам данное приложение, мы заходим, если мы с Android, как в нашем случае, заходим в Play Market и в поиске вбиваем слово Reflame и скачиваем бизнес-приложение компании Reflame. Вот у нас второе оно в списке. Нажимаем установить, соглашаемся со всем и ждем окончания установки. А я напомню, что данное приложение у нас действительно для наших партнеров с уровня менеджер 9% и больше. То есть, если вы пока консультант 0, 3 или 6%, данное приложение для вас недействительно. Мы видим, что приложение скачалось, установилось и у нас на рабочем саде создался ярлык Reflame. Открываем его, загружается Reflame и видим, что нам необходимо выбрать страну. Выбираем Россия, так как мы в России находимся. Практически самая последняя Россия. Вбиваем свой номер консультанта и пароль от личного кабинета. Нажимаем кнопку «Войти», проходит инициализация. И вот мы в нашем личном кабинете бизнес-приложения Reflame. Что мы здесь можем увидеть? Начну с самого начала. Вот такое у нас меню. Главная панель, активность, изменение персональной группы, контакты и связаться с разработчиками. Начнем по порядку. Начнем с главной панели. Что мы здесь видим? На текущий момент баг. Если нажмем на него, то увидим весь наш баг. По именам сортировка идет. Можем также нажать на каждого человека и посмотреть всю информацию о нем. Электронный адрес, сотовый телефон, его активность, количество людей в группе, данные по рекрутингу за текущий и за прошлый каталог и его активность в баллах на текущий момент. Также можем данному человеку, как вы видите, позвонить, отправить сообщение, электронную почту и позвонить, используя Viber. Все это можно сделать. Так, возвращаемся обратно к нашей основной страничке. Можно обновлять путем сдвига странички вниз. Сверху вы видели, пробежала у вас полоска, обновилась информация. Справа от нас цифра активных людей, те, которые в данном каталоге совершили уже свой заказ. Также можем на них нажать и посмотреть, кто в данном каталоге у нас совершил заказы. Возвращаемся обратно. Нажав на свое лицо, то есть на картинку потенциального себя, мы можем увидеть советы приложения, на каких людях сфокусироваться нам. То есть те люди из нашего бака, которые до сих пор еще не совершили в этом каталоге заказ. Здесь вот у нас список тоже предоставлен. Возвращаемся обратно в главную панель. Здесь мы видим также свое имя и отчество, фамилию и отчество, ваш результат, количество бонусных баллов до следующего уровня, количество рекрутов личных и по персональной группе, свой балловый заказ и заказ по группе. Если мы листнем вправо, то увидим результаты прошлого каталога, с какими результатами мы закрыли каталог. Все то же самое. Итак, первую вкладку мы рассмотрели, главная панель. Рассмотрим следующую, активность в персональной группе. Нажимаем ее и здесь то же самое. Мы видим количество человек в баке. Можем нажать. Это наш бак здесь высвечивается целиком. Активные те, которые у нас совершили заказ. И 99 человек, кто у нас еще не совершил из активных заказ. Следующее меню «Изменения в персональной группе». То есть здесь указана вся статистическая информация о количестве стартеров, рекрутов, о переходе, прохождении стартовых шагов, прохождении шагов по стартовой программе. Здесь все можно посмотреть, всю информацию по своей активности. Контакты персональной группы. Здесь мы можем увидеть всю информацию также о всех ваших партнерах, всей вашей команды. Допустим, опять самую первую попавшуюся фамилию открываем. Все то же самое. Вы видите адрес электронный, телефон, лидер, то есть спонсор данного человека и его вся активность. Также, если мы нажмем на звонок, у нас спросят позвонить с телефона или с вайбера. Если мы нажмем SMS, то спросят воспользоваться Hangouts или SMS в дальнейшем, каким приложением вы хотите отправлять быстрые сообщения. Нажмем на конвертик, у нас запросят подтверждение, каким способом написать письмо. Я обычно использую Gmail почту, так как с нее нет лимитов на отправку сообщений. То есть, если с мейла максимум 20 контактов можно одновременно отправить сообщение, письмо, то с Gmail можно всей команде. Вот буквально два дня назад мы отправляли больше тысячи партнерам, и письмо дошло. Ну и последний значок у нас – звонок в Viber. Ну, WhatsApp, извиняюсь. У данного абонента нет WhatsApp, позвонить не сможем. Так, следующее у нас, следующее меню – связаться с нами. Это телефон на горячей линии и телефон разработчиков. А приложение – здесь вы можете найти небольшие подсказки для работы с данным приложением. И все, выход. Выход нам не интересен. Мы всегда хотим оставаться на связи, всегда хотим оставаться в курсе активности, в курсе дел своей команды. Итак, напоминаю, что данное приложение у нас доступно только для менеджеров с уровня 9%, поэтому вам есть к чему стремиться. Приложение очень удобное, очень полезное, особенно когда под рукой нет компьютера для того, чтобы посмотреть результаты, текущие результаты вашей команды. Спасибо большое за внимание. С вами был Булавцев Михаил. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...